Какие преобразования в лечении пациентов? 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 То есть выявление, это рентгеновское исследование, низкодостная компьютерная томография, оценка самой опухоли, это компьютерная томография, иногда может быть резонанс, и определение распространенности, это условно сегодня позитронно-миссионная томография, совещенная с компьютерной томографией. Что изменилось? Почему мы сегодня начали говорить немножко о других формах и представлениях рака легкого? Что в этом случае являлось таким массивным импульсом для понимания радиологической и геологической симметрии? Первое, конечно, это обширные программы скринга рака легкого, которые принимаются в последние 15-20 лет в разных странах, с разным эффектом, с разной внешностью, эти программы, как вчера я могу убедиться, стартуют и происходят даже в некоторых регионах нашей страны, я так понимаю, что здесь и в Минской области тоже существуются локальные программы, своя попытка использовать компьютерную томографию для скринга рака легкого, это тоже очень интересный результат. Второе, это прежде всего выявление небольших злокачественных опухолей, малого рака легкого и то, что с этим связано. Второе, огромное источник знания сейчас, конечно же, это генетические мутации, особенно у пациентов с аденокарсономой, когда мы видим влияние современных способов химиотерапии, современных химиотерапевтических препаратов на опухоли, которые казались раньше совершенно бесперспективными и которые раньше не подвергались на каком лечении, а сейчас фактически мы ими не шанс излишивать такого рода пациентов и семиотика такого рода патологических изменений в грудной полости, она, конечно, очень интересная, эти динамики такие изменения. Поэтому вот эта часть касается, конечно, третьей, четвертой стадии, его просто в большинстве своей. Но мы сейчас говорим больше все-таки вот об этой первой части, я не буду говорить практически ничего о скриннике, потому что мы говорим про аденокарсономию. Но почему возник сам вопрос? Он возник вот из этого прежде всего, как главный такой побудительный мотив, да, из национальной программы скринга рака легкого в Соединенных Штатах, которая вовлекала в себя несколько медицинских центров, несколько десятков, которые проводились во втором, третьем и четвертом году, которое подвергло абьюторам томографическому исследованию почти 27 тысяч пациентов с помощью компьютерной частицин, и, кстати, еще немножко, да, и такое же количество с помощью рентгеновского исследования. Дальше эти результаты сравнивались и сравнивались, как всегда, в случае скриннинга, от комricht podologического заболевания, сравнивалась, естественно, смертность от этого заболевания в двух группах пациентов, тем, которым делалось рентгеновское исследование, тем, которым делалось компьютерная томография. И то, что вы видите на этом графике, означает, на самом деле, что смертность в группе тех пациентов, которым делалась обзорная генография, оказалась существенно выше, чем тем, которым делалась компьютерная генография. Это реализовалось вот в первую статью по поводу результатов скрининга в 2011 году. Этот проект был остановлен в 2011 году, потому что были получены эти цифры, которые сегодня знают все онкологи и большинство генологов, что скрининг рака легкого с помощью низкодосной компьютерной томографии снижает смертность на 20%. И более того, происходит снижение общей смертности в популяции на примерно 6,5-7% там, где пациенты, по-видимому, сливятся своим здоровьем и прибегают к компьютерному графическому скринингу в том числе. Это хороший результат, конечно же. Но мы сегодня ничего не говорим, как скрининг, это за пределами нашего сегодняшнего разговора. А интерес этого исследования в другом, что мы получили как генолог из этой программы. Ведь дело не в том, есть или нет скрининг какой-то конкретной области или региона Российской Федерации. Это чрезвычайно сложная организация, на самом деле, и протостоящие дела. А дело в том, что мы можем извлечь сегодня для нашей практической работы. Если посмотреть на результат этого скринингового исследования, мы видим, что среди всех выявленных патологических образований в лёгком, в этом случае, максимальное количество, конечно же, представляет из себя аденокарцинома. Если мы посмотрим на то, как отображается эта группа вот в таком графическом представлении, то, конечно, аденокарцинома и то, что тогда, во втором, третьем, четвёртом году называлось бронхиел или варярным рафом, это составляет, как вы видите здесь, почти половину всех прокачественных опухолей в грудной полости. Примерно такая закономерность в нашей стране, где в каких-то странах это было больше, в каких-то меньше, скажем, в Японии 80% всех опухолей это аденокарцинома. Почему это важно? Потому что аденокарцинома это особенный, она не всегда так зависит от фактора курения, как плоскоклеточный или мелкоклеточный рак. Мы до сих пор не знаем точно, почему она возникает, скажем, у женщин, у не курящих женщин в молодом возрасте, когда нет такой очевидной связи с каким-то провоцирующим фактором, который приходит извне, или курение, профессиональная конкретность, обструктивная болезнь или чего-то еще в этом сложности. Не все так просто оказывается в этом смысле. Но что важно? Вот мы вчера говорили про инфициальные болезни легких, это второй пример того, каким образом регулярные компьютерно-томографические или генологические, если хотите, изыскания, приводят к совершенно кардинальным изменениям в клинической медицине. Регулярное систематическое применение компьютерной томографии при интерсоциальных заболеваниях легких привело к тому, что все поменялось. Классификация, представление, патомаркологические представления о том, что такое интерсоциальные болезни. И в центре этого процесса оказался врач-ангенолог как главный диагност, в этом смысле мы вчера об этом говорили. Посмотрите, что произошло с классификацией данных арцинопов. Примерно то же самое. Огромные коллективы различных профессиональных сообществ предложили совершенно другую классификацию аденокарцинома как опухоли, в отличие от всех остальных гистологических. Почему? Потому что к этому привелся систематическое, ежегодное, ежедневное использование огромного количества компьютерно-томографических исследований именно в этой группе пациентов. Что мы получили? Мы получили классификацию, которая есть в прединвазивные процессы или преинвазивные процессы. Они включают в себя гипоклазию аденокарциному ин-ситу, аденокарциному в легком. Минимальная инвазивная аденокарциному, которая представляет из себя небольшой опухоль размером меньше 3 см по типу матового стекла, инвазивная аденокарцинома с так называемым поверхностным ростом. И, наконец, типичные другие варианты аденокарциномы, которые имеют инвазивный характер, но не имеют такого отличительного поверхностного роста. Вы скажете, что за странности такие? Какие-то странные термины, аденокарцинома ин-ситу, поверхностный рост, минимальная инвазивная карцинома. Нам-то зачем это? Для чего это нужно узнать? Это же вообще не для нас. Если сформулировать эту классификацию совсем просто-просто-просто, среди таких пяти терминологических форм, то, на первый взгляд, это не имеет никакого отношения к региологическому исследованию. Между тем, вся эта классификация целиком основана на результатах компьютерно-томографического исследования. И в этом смысле классификация – это первый пример такой работы, когда патоморфологическое исследование и компьютерно-томографическое исследование является двумя параллельными методами оценки злокачественной опухоли. И невозможно друг без друга. Мы вчера то же самое, заметьте, говорили по поводу диапатического легочного фиброза, по поводу обычной инфициальной пневмонии. И здесь эта история точно так повторяется, потому что мотфолог не может назвать аденокарцинома ин-ситу, если это не очаг по типу матового стекла на компьютерной томокраме. Оригинолог не может назвать аденокарцинома ин-ситу, если мотфолог не подтвердит отсутствие инвазии этого опухоли через базальт-мембрану альвеоляторного эпителия. Эти два процесса взаимосвязаны и невозможны друг без друга. И в этом смысле наше с вами значение как рентгенологов, конечно же, становится гораздо больше. Эта классификация существенно влияет на интерпретацию результатов к компьютерной томографии, потому что вся дифференциальная диагностика очагов невидимых при рентгеновском исследовании, невидимых при КТ основана на этой классификации практически. Она основана впервые на принципах доказательной медицины, как здесь написано. И зачем это нужно рентгенологам? Потому что наше традиционное представление о том, что мы видим на рентгенограммах, компьютерных томограммах, нечто называющееся франхиело-альвелярным раком, перестало существовать, потому что перестало существовать. Само понятие франхиело-альвелярного рака, его сегодня не используют ни дракальные онкологи, ни онкологи, химиотерапевты, ни патоморфологи, ни, естественно, мы рентгенологи, потому что это понятие исключено из-за бипода. Потому что бронхиело-альвелярный рак, который существовал раньше в нашей терминологии, в наших учебниках и книжках, это сборная солянка, которая включает в себя абсолютно разные формы аденокарцинома, части которых является действительно неинвазивными процессами, и пятилетняя проживаемость при них составляет 100%, а часть — это настоящие инвазивные опухоли, когда пациенты умирают через несколько месяцев после начала диагностики. И смысла в самом этом понятии никакого нет. Куда девалась эта бронхиело-альвелярная корсунома, во что она превратилась? В детях мы об этом поговорили. Но вместо бронхиело-альвелярного рака в патоморфологию и, соответственно, в рентгенологию, ведет термин «поверхностный рост» в английском языке, это называется «лепиди-гроу». То есть рост опухоли вдоль внутренней поверхности альбета, вдоль альвеолярного эпители по ходу альвеолярного эпители под поверхностью альбета, при аренокарциноме одновременно с инвазивным и неинвазиным типом роста данный термин ведет вместо прежнего термина бронхиело-альвелярный рак, бронхиело-альвелярный рак по сути своей. Это поверхностный рост опухоли, и вся семиотика этого процесса рентгенологическая с этим связана. Инвазивный рост — это прорастание опухоли через базальную мембрану альвеолярного эпителия. Это совершенно другой процесс с другими скеологическими феноменами. И два этих процесса разделены в сознании. Это морфолога, в сознании рентгенолога, в сознании онколога для того, чтобы правильно определять характер физического процесса. Морфологи употребляются вместо термина «ин-ситу» для того, чтобы не смесывать форму роста опухоли с аденокарциномой. Аденокарциномой «ин-ситу», как и любая опухоли «ин-ситу» — опухоль, не прорастающая в базальной мембране. Поверхностный рост на любом протяжении. Опухоль вдоль поверхности чего-либо, какой-либо полости, в любом органе, где бы это ни происходило. В компьютерной томографии поверхностный рост — это синоним симптома матового стекла. Там, где мы видим симптомы матового стекла, мы можем говорить о том, что это своеобразная форма поверхностного распространения процесса. Это не имеет никакого отношения к инвазивному или неинвазивному процессу. Мы не знаем, это опухоль прорастает через толщу альвеолярного эпителия или нет. Это функция врача-патомофолога. Еще раз напомню, я этот слайд уже показывал, вы еще раз его показывали. Что такое матовое стекло? Это утолщение стенок альвеол, которое может возникать в результате накоплений межрадиолярных перегородок чего-то, скажем, судата, клеток, чего-то еще, либо напластование снаружи, в данном случае опухолевых клеток, аденокарцинома, который приводит к тому же скеологическому феномену появлению участка полупрозрачной легочной ткани. И отсюда систематизация очагов, которыми часто пользуемся. Это солидные очаги, о которых сегодня Владимир Викторович очень подробно говорил. Очаги, видимые на рентгеновских снимках и на томограммах, естественно. Это субсолидные очаги, которые состоят из тканевого компонента и окружающих их зоны матового стекла. И в крайнем случае такой очаг может вообще быть просто, иметь форму матового стекла без всякого солидного компонента. И, естественно, левые от вас две конфигурации практически видны всегда только при компьютерном томограмме. В том числе и как это выглядит на компьютерных томограммах, я думаю, что большинство из вас сегодня это уже знает, потому что так или иначе мы вовлекаемся в процесс оценки такого рода очага. Либо это очаги против матового стекла, либо в толще этих очагов есть солидный компонент и матовое стекло, либо это просто солидный очаг без всяких элементов матового стекла внутри. Имеет ли это значение? Прогностическое, гигантское значение. Потому что те солидные очаги, которые мы обычно выявляем при нашем флюорографическом исследовании, при рентгенографии, они имеют чрезвычайно низкий индекс опачественности, потому что среди них огромное количество доброкачественных процессов посттуберкулезных, постпоспалительных, аномалий развития, доброкачественных опухолей и так дальше, и так дальше. Среди них процент доброкачественных процессов очень велик. И с другой стороны, субсолидные очаги, в которых есть матовое стекло и участок тканевой плотности, Они обладают наивысшим индексом злокачественности, это чаще всего злокачественные процессы в левочной ткани. И в заключении мы скажем, а это имеет какое-то значение? Да, это имеет прямое отношение к тактике лечения и диагностики таких патологических процессов. Потому что если первое это предмет наблюдения, нижние солидные очаги, то второе это предмет хирургического вмешательства вне зависимости от размера очага, который мы выявляем при томографическом исследовании. Что-то в очаг против матового стекла, небольшой участок уплотнения в левочной ткани, и мы видим вот такие полупрозрачные зоны уплотнения в левочной ткани. Чем они могут быть обусловлены? Двумя основными патологическими процессами, оба предэклазивны. Это аденокарцинома ансит, где опухоль не прорастает через базальную вебрану. Это гиперклазия, альвеолятного эпителия, называется атипичная аденоматозная гиперклазия. И странно, но рентгенологи должны знать этот термин, потому что есть пациенты, которые страдают этой болезнью. И эти пациенты в силу незнания рентгенологами того, что происходит сегодня в патоматологии, ходят кругами по лечебным учреждениям, потому что мы не понимаем, не знаем, не хотим интерпретировать правильно эти патологические состояния. И когда делают такую гиперклазию, естественно, все удивляются, что же это такое, что такая диковинка за гиперклазией. Тем не менее, с регулярностью раз в два месяца я вижу сегодня таких пациентов в стенах онкологического учреждения. И ничего удивительного в этом отношении уже нет. И онкологи, и патоматологи это знают достаточно хорошо. Аденоматозная гиперклазия, что это такое? Это анородная гиперклазия типичных кубических клеток, цилиндрические клетки вдоль поверхности ольев. Это еще не опухоль, но это возможно будет какая-то опухоль. У кого это произойдет, мы не знаем. А как сказать, что это будет опухоль? Только наблюдая за этими пациентами, другого способа нет. Как мы можем за ними наблюдать? Только с помощью компьютерной томографии, других вариантов никаких нет. Никакие другие методы и технологии здесь не работают. Невозможно сделать пиопсию, ПЭТ-КТ, какие-то другие исследования. Только компьютерное томографическое наблюдение. Если этого следует вопрос, а как наблюдать? Как часто? Каким способом? Какой методикой? О чем говорил Матюнин, в этом случае. А типичный аденокарцином, одно из корейских исследований по этому полку. Вы видите, что это, как правило, среднего размера очаги, размером около 1-1,5 см, без каких-либо признаков. Одинаково у мужчин и женщин. Аденокарцинома среди них выявляется, да, и она практически ничем не отличается по своей характеристике от этого процесса. Пример такого рода очага плевочной ткани. Никаких специфических особенностей. Единственная возможность определить, что это такое, и, естественно, конечно, наблюдение за этим очагом. Аденокарцинома, в принципе, то же самое. Очаг по типу матового стекла, небольшой участок уплотнения плевочной ткани, с виденными внутри просветами бронхов и сосудов, все, как полагается при участках матового стекла. Никаких клинических проявлений и, возможно, никаких факторов риска для развития опухоли. Это может быть женщина, среднего возраста, никогда не курившая, никогда не имевшая никаких профессиональных вредностей, не страдающих абстрактивной болезни. Тем не менее, мы появляем такого рода изменения в этом случае. И типичное, извините, типичное понимание того, откуда это берется, вот эти напластования опухолевых клеток вдоль внутренней поверхности обеол, когда сами обеолы остаются нормальными, и легочные интерстиции остаются нормальными, там нет опухолевых клеток. Как результат такого процесса, пятилетняя выживаемость для такого рода пациентов составляет 100%, если нет инвазии, нет метастазов, нет вовлечения сосудов, химпатических сосудов в этот процесс. Это чрезвычайно благоприятная ситуация. Таких пациентов можно и излечить от злокачественной опухоли. Помимо всего прочего, в таких случаях всегда говорю, перечислите себе локализацию злокачественных опухолей, где вы видите аденокарциному, инситу, любую опухоль инситу. Это функция рентгенолога, как часто, в каких локализациях, в каких опухолях. Вот сегодня мы с вами получили возможность это делать и заниматься в действительности исключительно ранней диагностикой. В чем особенность таких опухолей? Они, конечно, существуют. Я обычно показываю это наблюдение, в виде вот такого классического участка уплотнения ботинокуматового стекла, абсолютно не специфичного. Это не указывает ни на какой патологический процесс, кроме наличия факта участка макового стекла. Но что с ним происходит дальше? Через 7 лет он превращается в классическую инвазивную аденокарциному с лучистыми контурами, с кистозной структурой внутри и видимым просветами в ротах. И еще через 6 месяцев он превращается в обычный перифидический рак, который имеет никаких совершенно гистологических предпочтений. Я имею в виду, что мы не можем сказать, что это партонокарцином, плоскоклеточный рак, мелкоклеточный рак какой-то другой. Просто обычное перифидическое злокачественное новообразование. Но вот эта трансформация заняла, как вы видите, здесь целых 7 лет. И это для нас очень важно указать. Более того, если вы посмотрите на начальный чак, на начальный чак здесь и на конечный результат опухолевого роста здесь, вы увидите, что он не изменился в размер. И если мы говорим о том, что мы наблюдаем развитие или лечение опухоли с помощью критериев лицистов, то в этом случае они не работают вообще в принципе. Потому что опухоль не увеличивается в размер, но она безусловно прогрессирует, становится инвазивной и создает метастазы. И мы должны каким-то образом реагировать на это дело. Это важный момент. Эти опухоли требуют других критерий в наблюдениях и других критерий в процентах. Точно так же, как если мы видим множественные очаги в легочной ткани, такого рода изменений по типу матового стекла, иногда очень сложно определить, какой из этих очагов является злокачественная опухоль, а что из себя представляет атипичная динаматозная гиперплазия. Значит, мы должны научиться наблюдать этих больных таким образом, чтобы вычленять из этой общей группы очагов по типу матового стекла то, что является безусловно злокачественным. Третий важный момент. Эти опухоли не накапливают тортозисиоксиклюкозу. Значит, если мы направляем таких пациентов на ПКТ, для того, чтобы верифицировать, как обычно, в предпокачественной опухоли наличие избыточной метаболической активности, мы получаем отрицательный результат, ложный отрицательный результат. И он совершенно закономерен при такой опухоли. Отсутствие результата при ПКТ является подтверждением того, что это аденокарцинома, как это непродоксально может звучать с точки зрения использования ПКТ для диагностики рака легкого. И сразу же, раз уж мы говорим про очаги матового стекла, что это минимальная инвазивная карцинома, это, по сути дела, продолжение той же самой идеи. Инвазия, как правило, отображается в томографическом изображении как появление солидного компонента, как участка большей плотности, чем зоны поверхностного роста, которая отображается в виде зоны матового стекла. И поэтому минимальная инвазивная карцинома это субсолидный очаг, в котором уже есть участок Это более плотный в виде солидного компонента. Как это выглядит? Это может быть минимальный такой участок, совершенно небольшой, я даже попал в него, да, стрелочкой, который свидетельствует о том, что это несколько более сложная ситуация в компьютерном томографическом изображении. Да, это очаг по типу матового стекла, но в центре него уже существует солидный компонент, который влияет, конечно, на выживаемость, но она уже меньше 100%, потому что появляется и в базе в ткань лёгкого, и эти очаги уже начинают приобретать конфигурацию по качествам опухоли, вы видите неправильную форму, уже втяжение бронха по контуру этого патологического образования. И ещё один важный момент, ещё одна важная закономерность, как происходит рост такого рода очагов, конечно, они могут увеличиваться в размере, но самое главное, что мы наблюдаем в этом случае, слава богу, в природе это уже есть, да, мы наблюдаем увеличение солидного компонента внутри солидного очага, внутри очага по типу матового стекла. Это и есть главный критерий неблагоприятного роста увеличения объёма опухолевых клеток, не увеличение физического размера очага, а увеличение солидного компонента внутри. И если мы это наблюдаем, а в этом случае прошёл почти год между двумя этими исследованиями, это и есть важнейший критерий опухолевого роста, это и есть критерий отрицательной динамики для такого рода пациентов, которые заставляют нас направить этого пациента на морфологическую верификацию для хирургического, чаще всего, лечения. Дифференциальная диагностика всегда редко принят, конечно. Есть пациенты, у которых это действительно локальный пневмосклероз, как не скептически относиться к этому термину, локальный пневмосклероз после перенесенного воспалительного процесса, критерий дифференциальной диагностики, отсутствие динамики на протяжении наблюдения в течение нескольких месяцев и нескольких лет. Локальный фиброз редко, но бывает, тем не менее. Так же, как бывает в проявлениях, хорошо вам известные, наверное, изенопилей, любочные изенопильные фильтраты, небольшие по типу матового стекла, которые, к счастью, чаще всего исчезают через несколько дней, недель или месяцев после их возникновения, и не вызывают какие-то достаточно большие сложности в дифференциальной диагностике, как в этом случае, где мы видим такие же участки уплотнения по типу матового стекла, которые благополучно исчезают через промежуток времени при контроле и следовании. И возвращаясь к позитронно-эмиссионной гемографии, уже теперь суммируя и субсолидные ячки по типу матового стекла, что мы видим? Как только мы начинаем анализировать негативные, то есть ложно-отрицательные результаты ПКТ при раке легкого, то мы тут же обнаруживаем, что то, что раньше называлось протхело-эмиссионной гемографии, то есть окухолями с поверхностным ростом, высоко дифференцированной аденокарциномы, это и есть основной поставщик неправильных результатов при позитронно-эмиссионной гемографии. И мы должны это очень хорошо помнить, потому что сейчас это имеет совершенно гигантское, практическое значение. Опять повторю, потому что аденокарциномы это половина всех злокачественных опухолей, всех раков легкого на сегодняшний день в нашей стране. И в этом смысле, когда мы видим такую стандартную сегодняшнюю ситуацию, у пациента выявляется в рентгенском исследовании нечто на рентгенском снимке, ему делают компьютерную томографию, говорят, вам надо сделать компьютерную томографию, да, а теперь вам надо сделать ПКТ, вот поезжайте, срочно сделайте, потому что, наверное, у вас рак. Этот пациент делает электронно-эмиссионную томографию, и мы получаем вот такой фантастический совершенный результат с накоплением тортозиклюкозы, все как полагается. Что это означает, если мы подумаем о том, что это отчар по типу матового стекла в легочной ткани? Это означает, конечно, ложный положительный результат, потому что мы всегда наблюдаем практически это при воспалительных репритратах в легочной ткани. Как должна себя вести аденокарцинома прямо в противоположную тягку матового стекла и ноль результата при позитронно-эмиссионной томографии. Сегодня, слава богу, когда в позитронно-эмиссионной томографии работают уже и рентгенологи, и радиологи, а не только радиологи, это стало немножко попроще. Но, тем не менее, проблем из этого, конечно, из этого очень много, потому что пациенты, которые выходят из ПКТ-подразделений и оказываются в открытой жизни, они очень часто теряются просто потому, что никто не знает, что с ними делать с какого-рода результатами, если они начинают свой путь, как ни странно, с позитронно-эмиссионной томографией, как это исследуют. Тринадцатый год, клинические рекомендации по поводу диагностики, оценки субсолидных очагов легочной ткани. И что мы видим? Немножко сложно, конечно, но тем не менее, очаг легочной ткани, очаг, вы все помните рекомендации по поводу солидных очагов, да, наблюдаем через год, через 9 месяцев, через 3 месяцев и так далее. В этом случае субсолидный очаг, и очаг по типу матового стекла, который мы видим здесь, зависит от размеров, естественно, маленькие очаги не наблюдаются вообще, большие очаги подбираются хирургическому лечению. Это логично, это понятно. Разница только в чем? Длительный путь, 3 года, и каждое исследование один раз в год, не через 3 месяца, не через 6 месяцев. Очаги матового стекла наблюдаются один раз в год в течение 3 или 4 лет, для того, чтобы мы могли убедиться в том, что в семье ничего не происходит. Но посмотрите, в субсолидных очагах и в клинических рекомендациях никаких опций, никакого наблюдения. Это хирургическая реализекция. Это важно. Почему мы с этого начали? Потому что вероятность локачественного опухла при наличии субсолидного очага у человека в возрасте старше 45 лет почти 70%. Не надо рисковать. Можно поднаблюдать, но это в большинстве случаев бессмысленно. Лишь усложните в этом случае жизнь. Наблюдение не требуется, биопсия, как полагается, и ограниченная резекция для пациентов с субсолидными очагами. Вы все это можете посмотреть потом внимательно на саму лекцию. И в заключении, что же происходит дальше? И почему мы видим то, что раньше называлось бронхиадолевлярным раком? Или мы видим сейчас типичную картину гласильной карциномы, откуда она формируется? Она формируется из того самого представления о поверхностном росте. Конечно, мы можем иметь вот такой локализованный участок трёхочной ткани размером около 3 сантиметров с субсолидным строением, с элементами поверхностного роста, сказали вы подмахологи, мы сказали, с элементами матового стекла при компьютерном томографическом изображении. Да, я попущу немножечко здесь. Но дальше куда это развивается? Вот первый вариант мы с вами посмотрели, когда эта опухоль в рамках своих границ, она постепенно заполняется опухолевыми клетками, превращается в инвазивную эндокварциному. И размеры её практически не меняются. Но есть второй вариант, когда эти опухолевые клетки, как вчера мы говорили, при пневмоническом инфильтрате распространяются контакты в соседние отделы, занимают новые территории, распространяются бронхогены. И мы получаем то, что раньше называли пневмоний, подобной формой бронхиелоревлярного рака, когда эта опухолевая инфильтрация занимает долю, сегмент, несколько долей в лёгком, противоположная лёгкая. Что мы видим? Мы видим все этапы опухолевого рост, которые начинаются с небольших участков матового стекла, участков поверхностного роста, затем вовлекает в этот процесс долю или несколько сегментов, а затем превращается в деструктурную однородную массу инвазивных карциномов, которой уже нет ни бронхов, ни сосудов, ничего не осталось. Это инвазив в лёгочной ткани. И в этом смысле распространение таких опухолевых процессов она совершенно понятна, и дифференциальная диагностика их тоже понятна, почему их дифференцируют. Конечно, и диффузными, и дифференциальными заболеваниями. Но мы должны понять, что вот этот поверхностный рост, он предполагает распространение опухоли на большие территории и вовлечение в этот процесс новых участков лёгочной ткани. А с другой стороны, понятно, что неравномерность вовлечения лёгочной ткани в этот опухолевый процесс, неравномерность приводит на определённом этапе развития опухоли к очень типичной характерной картине аденокарцинома, которую мы на самом деле научились очень хорошо распознавать. Вот как ни странно, пенгенолог, который смотрит на рентгеновский снимок или смотрит на эту компьютерную томограмму, говорит, что это такое. Это аденокарцинома. Потому что так не может изображаться ни плоскоклеточный, ни мелкоклеточный, ни какой другой рост. Опухоль, которая изначально имеет так называемый инвазивный рост. И когда мы говорим о типичной инвазивной аденокарциноме, это что? Это опухоль с лучистыми контурами, с кистозной структурой и видимыми внутри просветами бронхов при наличии очага от коневой плотности или патологического образования от коневой плотности. Но кисты и бронхи внутри — это классическое отображение инвазивной аденокарциномы, которое узнает, которое очевидно, которое понятно, но которое тем не менее всегда требует дифференциальной диагностике, с воспалительными и недоструктивными процессами, именно в силу вот такой особенности строения и стеологии этого очага. Но естественно при позитронно-эмиссионной томографии солидная опухоль ведет себя так, как все солидные опухоли в этом случае. Интенсивно накапливает тоже сиксиклюкозу, как в этом случае. В ревом легком мы видим прекрасное отображение самого очага и, возможно, увеличенных линкогических узлов, но в данном случае, слава Богу, их нет. Когда это сложно? А сложно, когда это приобретает нетипичную конфигурацию, нетипичную локализацию, и когда это возникает вот таким образом в пригорневой зоне легкого, при отсутствии всякой клинической симптоматики, у женщины 45 лет, при отсутствии каких-то предшествующих заболеваний. Что это такое? Это настораживает, но это не меняется в течение месяцев. Это сохраняется совершенно одинаково на протяжении 6 месяцев, 12 месяцев, 2 лет. Не увеличивается и не уменьшается. Этой пациентке, естественно, делается неоднократная бронхоскопия, при которой никаких изменений у бронхов нет. Ей делается позитронно-эмиссионная томография, при которой есть непонятно какое накопление в течение всего гликоза. Что это? Мы с вами скажем сейчас, это классическая динокарциномия. Но нам никто не поверит. Так же, как 30 лет назад нам никто не верил, когда мы говорили, это перепронхиально-разветвленная форма рака. Слушайте, такие стенки бронхов, вот сужение, вот бронхограмма. Пожалуйста, смотрите, нет никаких доказательств. Мы вам не верим. Пока не вырастет, не поверит. Так же точно сейчас. Это ответственность врача рентгенолога. Вот никто не поможет. Ни радиология, ни эндоскопия, не открытая биопсия, как ни парадоксальная. Это функция врача рентгенолога, и наша с вами ответственность, сказать и настоять, что в этом конкретном случае это злокачественный опухоль. Пациент, который лечится в онкологическом центре по поводу опухоли Клацкина, живет третий год, и хирурги, химиотерапевты говорят, что это вообще какая-то фантастика, так не может. Но это опухоли Клацкина, и этот человек живет в течение трех лет. И у него появляется в легком подлоге. Я, к сожалению, у меня нет этого наблюдения с собой сегодня. У него появляется образование в легком. Это образование увеличивается, увеличивается. Оно увеличивается два года, медленно, но верно. И вопрос, что это такое? Как это выглядит? Вот что это? Воспалительный процесс, висотерапевты, химиотерапевты, что-то еще. Когда мы это обсуждали, то первая мысль была, конечно же, что это аденокарцинома. И когда взяли биопсию, третий раз его пропортировали, и, наконец, получили клиент аденокарцинома, то все с облегчением, наконец, диагноз поставили. Но смысл заключается в том, что это был метастаз опухолекладским. Это была аденокарцином, но это был метастаз опухолекладским. И выглядела она точно так же, как первичная опухоль, о которой мы сейчас говорим. И это совершенно закономерный результат. Потому что среди двух этих пациентов, которых есть, вы бы сказали раньше, классический бронхиоло-альвиллярный рак, классическая пневмония, подобная форма бронхиоло-альвиллярного рака, который занимает, в этом случае, целую долю легкого, внутри воздушные просветы бронхов, занимает несколько сегментов, нечеткий контур, кистосная структура, все как полагается. Особенно заключается в том, что среди них один пациент, это аденокарцином поджелудочной железы, а второй это первичный рак легкого. Можно? Нельзя. Опять мы приходим к тому, что мы видим на компьютерных томограммах, на рентгеновских снимках, определенный тип просто опухоль. Вот при аденокарциноме он такой. И не имеет совершенно никакого значения. Это первичный аденокарцином у легкого, или это метастаз аденокарцинома, другой локализации. Все это будет изображаться совершенно одинаково на рентгеновских снимках и на компьютерных томограммах. Точно так же, как первичный плоскоклеточный рак легкого и метастазы плоскоклеточного рака, я не знаю, там, мат, будут выглядеть совершенно одинаково в рентгенологическом изображении, не вести себя точно так же одинаково. Поэтому, когда мы говорим о аденокарциноме все время, настаиваем мы, что не рентгенолог, но даже патомарфолог при макроскопическом исследовании, очень часто не может ответить на вопрос это периодичная оплевлевка, или это метастатическое поражение. Мы видим определенный способ распространения оплевлевоклеток в легочной ткани. Таким образом. аденокарцинома в результате вот такого бурного научно-практического натиска на это злокачественное новообразование принесла нам с вами массу сюрпризов. Она фактически ключевым образом совершенно изменила наше представление о диагностике в общем совершенно обычного патологического состояния, да, периферический очаг в легкую, что тут еще можно об этом сказать. Тем не менее, мы вдруг ни с того ни с сего, а оказались в самом центре диагностического процесса. Не с точки зрения даже каких-то скринингов, а с точки зрения сегодняшней работы нашей в любом многопрофильном стационаре, в любом специализированном экологическом учреждении. И эти закономерности должны быть поняты сегодня вот просто как текущий процесс. И второе, мы опять к этому же возвращаемся, да, если речь идет о диагностике достаточно сложного патологического процесса, нам придется разговаривать на одном языке. С патоморфологами, с онкологами-хирургами, с онкологами-терапевтами, для того, чтобы понять, что происходит с этим пациентом и что с ним делать. Спасибо за внимание.